Продолжение следует... С раннего детского возраста, по-моему, лет с 7, он рос в Британии, там жил, там писал, там посещал литературный семинар Мальтера Ма Брэдбери, благодаря которому, собственно говоря, и стал писателем, ну, естественно, благодаря своему таланту. У меня в руках сборник рассказов, который называется «Ноктюрные. Пять историй о музыке и сумерках». Стоит сразу сказать, Исигура получал в своей верме Букера, и Букера получал не за роман, а именно за рассказы. И когда о нем говорят, что он мастер рассказа, это именно так. Прочитав эту книгу, вы точно влюбитесь в этого автора, если вы цените короткую прозу. В третьем выпуске прогноза погоды мы говорили о книжке Харуки Мураками и Призраке Лексингтона, которая тоже завязана целиком и полностью на джазовую музыку. Когда я собрался говорить об этой книге, меня спросили, а не похожи ли они. Сразу говорю, нет, не похожи. За Мураками всегда стоит, за его персонажем, всегда стоит сам автор такой, стоит над ним, прям такой вот спиной, и очень четко прорисовывается. У Исигура это не так. Его персонажи очень разные, и, по-моему, насколько я могу судить, очень редко каким-либо образом соотносятся с автором. Что стоит сказать? Исигура к своим персонажам беспощаден. Иногда даже неловко, когда ты читаешь эти рассказы и понимаешь, насколько откровенны персонажи в своих мыслях и в своих словах. Как утверждает обложка книги, Исигура – настоящий кудесник слова. Вряд ли мы сможем оценить, насколько кудесник слова английского Исигура, но переводчики постарались передать его стиль очень и очень хорошо. Хотя не обошлось без нескольких огрехов, которые, хотя и не нарушают смысл повествования, но все-таки немножечко выбиваются из стилистики. Но к третьему рассказу уже об этом забываешь и начинаешь читать книгу очень легко, она просто начинает в тебя вливаться, как вливается в человека музыка. Услышав их акцент, я тут же сказал себе – фрицы, я не расист. Просто когда стоишь за прилавком, и надо запоминать, кто не выносит свеклы, кому нужно побольше хлеба, чей заказ в чей счет вписывать. Поневоле отмечаешь в людях типичные черты, присваиваешь им клички, фиксируешь физические особенности. Козья морда заказывает крестьянский бутерброд и два кофе. Уинстон Черчилль с женой – багеты с тунцом и майонезом. Такая технология. Так что Тила и Соня были для меня фрицы. Кому читать? Всем, кто любит старый джаз, всем, кто любит Хулио Картасера. Да, кстати, эта книжка в каком-то смысле и поклон картасеровской игре в классике. Кто не читал, обязательно почитайте. Не читать, наверное, тем, кто ждет от Кадзуо Исигура чего-то японского. Автор совершенно не японский. Если вы привыкли читать, скажем, Канзабура или Миссиму, вы не найдете ничего схожего. Все-таки это британец. Бытие определяет сознание. Это был прогноз погоды. Читайте хорошие книжки. Подписывайтесь на наш канал. А ссылочку на то, где купить эту книжку в Алмате, в Казахстане или вообще где-нибудь, вы найдете под передачей. Пока. Мы вас любим. Субтитры сделал DimaTorzok